Подобные турниры восьмилетним хоккеистам необходимы, подчеркивает новый тренер сочинских дельфинов. Это в первую очередь опыт. Николай Курочкин приступил к обязанностям два месяца назад. И по словам наставника, в клубе все только начинается. Спортсменов пора выводить на новый уровень развития. Опыт у Курочкина немалый. В Омске он вырастил целую плеяду хоккеистов, многие из которых сегодня занимают лидирующие позиции, в том числе и в молодежной хоккейной лиге. Здесь нужно тренироваться, желание ребят и тренироваться упорно, идти к своей цели. Для этого мы тренеры, тренерский состав, у меня есть помощник, мы для этого делаем все, развиваем их все качества. На данный момент у нас планы подготовить их, посмотреть, собрать команду, научить игре хоккей. Конечно бы хотелось, чтобы много команд в Сочи было, много клубов, чтобы была конкуренция. Попробуем сначала один клуб сделать, чтобы мы могли бороться с другими командами, на чемпионате показывать, на крае. С приходом в команду нового тренера перемены грядут не только в самом клубе «Сочинские дельфины». Развитие получит и хоккейная школа города Сочи. В нынешнем же турнире противостояния участие принимают пять команд из Грозного, Крыма, Бишкека, Сочи и Краснодара. Наставник дельфинов своих подопечных пока критикует и все же здесь их считает фаворитами. В итоге прогнозы тренера оправдались. Свой первый матч сочинские дельфины завершили победой, забив ворота грозненских хоккеистов шесть шайб и пропустив всего одну. Завершится же турнир 5 декабря.